Глава двадцать четвёртая Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, Потому что о насилии помышляет сердце их, И о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, И с умением внутренности его наполняются Всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силён, И человек разумный укрепляет силу свою, Поэтому с обдуманностью веди войну твою, И успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, У ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, Того называют злоумышленником. Помысел глупости — грех, И кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, То бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, И неужели откажешься от обречённых на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это, И воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мёд, Потому что он приятен, И сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашёл её, То есть будущность, И надежда твоя не потеряны. Не злоумышляй нечестивый Против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, Ибо семь раз упадёт праведник и встанет, А нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадёт враг твой, И да не веселится сердце твое, Когда он споткнётся. Иначе увидит Господь, И неугодно будет это в очах его, И он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, И не завидуй нечестивым, Потому что злой не имеет будущности, Светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой Господа и царя, С мятежниками не сообщайся, Потому что внезапно придёт погибель от них, И беду от них обоих, Кто предузнает. Сказано также мудрыми, Иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, Того будут проклинать народы, Того будут ненавидеть племена, А обличающие будут любимы, И на них придёт благословение. В уста целует, Кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, Окончи их на поле твоём, И потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, К чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, Так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого, И мимо виноградника человека скуда умного. И вот всё это заросло терном. Поверхность его покрылась грапивою, И каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце моё, И посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, Немного подремлешь, Немного, сложив руки, полежишь. И придёт, как прохожий, бедность твоя, И нужда твоя, Как человек вооружённый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова